Уважаемые коллеги, обстановка крайне сложная, во многом драматичная. Мы не должны ее упрощать. У меня за эти месяцы почта утроилась, сплошной стон стоит. Люди требуют справедливости, нормальной зарплаты. Оживились мошенники, бандиты и рейдеры всех степеней. Это требует от всех ветвей власти согласованных, мудрых и очень энергичных действий. Мы сейчас застряли между кризисом и коронавирусом. Я недавно послушал на путь Путина. По бюджету на ближайшие годы он подчеркнул, надо идти от реалий и от запросов людей. Вчера Орешкин рассказал, какие будут реалии на ближайшие 10 лет. Они мало отличаются от тех, которые были сформулированы еще в 2012 году. На мой взгляд, я хочу поблагодарить председателя правительства и команду. Они выбрали верные ключевые позиции. Они честно изложили, что происходит. Мы провели встречу с председателем правительства, с министрами, замами. Встретились с Решетниковым, Мантуровым, Мурашковым, Кравцовым. Он изложили свои предложения, почувствовали, и его службы стали работать больше оперативно. Скорее отвечают, лучше вникают в суть проблем, регулярно звонят и советуются. Это нормальный стиль. Но, на мой взгляд, самая реальная угроза на сегодня, это повторить за 30 лет второй раз уничтожение производственной экономики. Если мы сейчас ошибемся, это станет почти неизбежно. В 90-е годы нас всех выпустили на свободу, предварительно отобрав все сбережения, уничтожив 80 тысяч предприятий и сказали, предупредите по волнам свободного рынка. И когда в 98-м году стали в ходе дефолта захлебываться, слава богу, у страны нашлись Примаковы, Масляковы, Герасченко. Потом подключилась к этому Матвиенко и оттягивали страну от края пропасть. Я бы под первым посланием президента Путина и сегодня подписался. Надо усиливать государство, социальные программы, надо учить, надо брать все лучшее наследство, включая великую советскую эпоху. Но антисоветизм, русофобия по-прежнему сочится из всех каналов. И это злобное шипение мы слышим в данном зале. Те же люди сегодня, прикрываясь коронавирусом, предлагают нас и дальше грабить. Я посмотрел, как нажились в ходе коронавируса главные наши олигархи Ахну. 62 миллиарда долларов 4,3 триллиона. Нам бы всем хватило отремонтировать и поддержать всех нищих детей, малый и средний бизнес, увеличить пенсии. Более того, 33 миллиарда долларов спрятались за кордоном, 2 с лишним триллиона. Я считаю, что мы должны принять экстренные меры для того, чтобы не было этого. Слово сказать, Примаков и Масляков тогда прекратили за 2 месяца почти отток. Они остановили рост энергоносителей, и они поддержали все базовые производства. Промышленность дала плюс 24%. Плюс 24% в тот год дала. Я считаю, что сегодня сохраняется и угроза социального взрыва. Доверие. Доверие в то, что зарабатывается частной политикой и поддержкой граждан. Программа 2020 провалена. 12 указов не выполнены. Мы пятилетку, вчера слушая Орешкин, наказывать теперь и в пятерку стран мы не должны входить. Мы сейчас 11-й, при этих темпах будем 15-й, но на 15-й позиции мы не сумеем уберечь свои территории и спасти своих людей. Нам надо иметь мощную и сильную державу, а такая держава в этом мире, кроме нас, никому не нужна. Ну и ждать до 30-го года ни люди, ни кризис не будут. Поэтому надо принимать будет меры в настоящее время. В противном случае финансо-экономический кризис перерастет политически. Мы все в этом не заинтересованы. Я считаю, что прежде чем президенту подписывать указ о национальных целях, надо было встретиться с нашими лидерами. Не надо было вчера спешить его подписывать. Надо было сегодня всех нас выслушать, в том числе и правительство, и включить все полезное и нужное, что мы за последнее время наработали. А Дума наработала за последнее время немало. Если мы это похороним, особенно высокие технологии, агропромышленный комплекс, народное образование, образование для всех, поддержка детей, женщин, стариков, мы наработали с вами большой капитал. Что касается правительства, ее шаги. Первое, на первом этапе учтено немало. Но весь вопрос, как будет реализовываться. Хочу обратиться к Силуану. Хотел назвать товарища, пока он не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена в 5 триллион. Это 22% расходной части бюджета. Слушаю, оказывается, 4,7 триллиона надо секвестировать. Я задаю вам вопрос, что будете секвестировать и как. Если производство, мы уже без новых технологий, тогда мы не решим проблемы электроники. Если инфраструктура, она рвется сплошь и рядом, у нас уже половину труп изношенных. Если социалку, завтра будет бунт, уже нечего резать. Средний доход 17 тысяч, самый низкий доход на гражданина за все последние годы. Мы обязаны тогда искать, откуда взять средства. И без смены курса, без национализации минерально-сыревой базы стратегической отраслей, без остановки оттока капитала, без прогрессивной шкалы налогов, Путин пошел, 2% добавил умирающим детям. Давно надо было это сделать. Но добавьте еще 3, и вы рассчитаете, с детьми войны их 11 миллионов. Они влачат жалкое существование 7-9 тысяч деревней и 12-14 в городе. Им стыдно глаза сегодня смотреть. Это победный 75-й год. Просили 8 раз вас проголосовать. И деньги копеечные нужны. Это вопрос морали каждого из нас. Я считаю, что надо прислушаться к Академии наук. Я прошу председателя правительства и председателя Думы. Они вам дали и на стол положили, чтобы отремонтировать и дальше не взрываться. Надо минимум сейчас 8 триллионов вкладывать в этом году. 12 следующих и 14 дальше. Иначе будет все трещать и разваливаться. Я считаю, эти деньги есть. У нас никогда столько не было денег, но они не вкладываются в производство и в развитие человека. Есть локомотивы. Мы их с вами определили. Я вам искренне благодарен за электронную промышленность и в целом новые технологии. 5G многие не понимают, что такое. Это в 30 раз быстрее все операции. Это совершенно другой фронт войны. Если мы в этом отстанем, это будет хуже, чем отставание в ракетно-ядерном комплексе, который мы ликвидировали еще в 50-е, 60-е годы. Это будет совсем иная судьба всех нас. Туда требуется сегодня 100 миллиардов. Их надо искать немедленно и вкладывать в агропромышленный комплекс. Ведь наработали блестящий материал. И Кашин, и Харитонов, и Коломейцы. И у нас теперь Гордеев. Это самые профессиональные люди в этой. Президент поддержал. Выделили, программу определили. На этот год 80 миллиардов. Сейчас считаем. Какие 25? Если 80 не будет в этом году, ничего не будет. На деревню тратите 1,5%. Все идиоты в мире знают, надо на агропромышленный комплекс тратить каждый десятый руб. Тогда вы выживете и будете независимы. Это огромная статья дохода. Лес горит. Уже сгорело примерно с территории Австрии. Австралии, нет, Австрии. Если бы выполнили просьбу, которую мы приносили, построили 100 заводов по переработке, мы бы получили 100 миллиардов долларов дополнительного дохода. Причем идеальная программа. И президент поддерживал. Заморозили и так далее. Что касается стройки. Ну, слава богу, уснули на опытный строитель. Малые города и все остальное. Стройка тянет 30% металла. Почти весь фаянс, плитку, цемен. Это мультипликация высочайшая. Как и в деревне, один место рабочее 7 городов и стройка обеспечивает. Мы без стройки не вылезем. Это главные локомотивы. Давайте сюда вложим. Здоровье. Ну, слава богу, что-то повернулось. Но, в принципе, вначале-то угробили 40% инфицированных коек. Разогнали 40% медсестер и врачей. А теперь спасаемся. Если бы к нам прислушались, ничего подобного не было. Ну, и есть такие вещи, как инструменты. Без госплана и нормального планирования не работает ни одна корпорация, ни одно государство. У нас на 3 года планируют, 5 раз корректируют. Давайте отработаем. Мы созрели, в принципе, до этого. Коллективные предприятия. Я к вам приносил всем, просил, упрашивал, уговаривал. Если Мишустин своим правительством хотя бы организует в районе... Добавьте одну минуту. По одному предприятию, такие, какие рядом есть. Я вас еще раз приглашаю в совхоз имени Ленина. Ни копейки не берем. Сейчас не могу в погонах отбиться и в судейских мантиях от рейдеров. Таких не было в 90-х. Я обращаюсь официально к членам Совета Безопасности. Наведите порядок. Мы не отдадим украсть это хозяйству. Что бы вы ни делали. Надо отвечать на те письма, которые вам всем посланы. Ну, и русский вопрос. 20 миллионов русских потеряли с 91-го года. Если дальше будут усыхать коренные российские и русские области, нам некому держать будут вместе. Держал бог царя Отечества, царь отрех не справился. Держала партии, единая власть, единый народ, хозяйственный комплекс. Когда заняла верхушка, не справились. Сейчас держат русский язык, русская культура, наша общая история и наша общая победа. Мы должны все сделать, чтобы пересмотреть и систему образования. Образование ЕГЭ никуда не годится. Нам Алферов, Мельников, Смолин подготовили блестящую программу. Участвовало и Плетнево. Образование для всех. Давайте вместе поработаем. Мы можем достойно выйти из этого кризиса.